Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История выздоровления, похожая на чудо. Своё второе рождение отметил заведующий отделением пульмонологии одной из самарских клиник. Его лёгкие были почти на 100% поражены вирусом. Пять команд сражались за места на пьедестале почёта. В Самаре прошёл новый хоккейный турнир среди юношей в возрасте от 15 до 17 лет. Прорыв в обновлении тепловых коммуникаций. Самара стала первым городом-миллионником, где начала внедряться новая модель теплоснабжения. На сегодняшний день средний износ тепловых сетей областного центра составляет более 70%. Большая их часть нуждается в перекладке. Проблему решили путём внедрения модели «Альтернативная котельная». Она позволяет привлекать дополнительные средства, в том числе и на обновление тепловых сетей. Тему продолжит Ольга Павлова. Об увеличении объёмов перекладок подземных коммуникаций заговорили впервые в 2017 году на уровне правительства России. Тогда же был принят федеральный закон об «Альтернативной котельной» для привлечения дополнительных инвестиций в сферу ЖКХ. В 2020 году Самара стала первым городом-миллионником, где с января начали внедрять новую модель теплоснабжения. Распоряжение о переходе Самары в единый ценовой пояс было подписано в июне прошлого года председателем правительства России Михаилом Мишустином. Благодаря этому прошлым летом дополнительно были отремонтированы шесть объектов общей протяжённостью 32 километра. «К переходу на эту котельную, конечно, нас подтолкнула ситуация с нашими тепловыми сетями. Безусловно, сети изношены, достаточно серьёзно изношены, были порывы, и, конечно, жители от этого страдали. В 2020 году мы уже опережающими темпами начали перекладку достаточно крупных участков сетей, и эта зима показала, что у нас аварийность снижается». В этом году в областной столице планируют переложить 65 километров теплотрасс. Это в два раза больше, чем в прошлый рекордный год. Финансирование на необходимые работы по перекладке увеличено. В 2021 году на модернизацию тепловой инфраструктуры ресурсоснабжающие организации направят порядка трёх миллиардов рублей. Перечень основных объектов утверждён. Однако, благодаря опережающему финансированию инвестора появилась возможность увеличить их количество. Сейчас обсуждается список дополнительных участков. «Это достаточно существенный для нас дополнительный объём, который требует от нас серьёзной мобилизации и больших на самом деле работ в черте города». Устаревшие теплосети меняют на современные с необходимой изоляцией. Они будут оснащены системой оперативного диспетчерского контроля со сроком службы 50 лет. Особое внимание во время ремонтной кампании администрация города уделяет обеспечению потребителей горячим водоснабжением. На тех участках, где работы будут вестись более двух недель, в обязательном порядке должна быть собрана резервная схема для беспребойной подачи горячей воды в жилые дома. Ремонтные работы планируют начать уже в конце апреля, сразу по завершению отопительного сезона. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. В эти выходные в России отмечают День работников ЖКХ. Тех, кто добросовестно трудится, обеспечивая жителей водой, теплом и светом, а также вне зависимости от времени суток или времени года, наводит порядок на городских улицах и общественных пространствах, чествовали в Департаменте городского хозяйства. Глава Самары Елена Лапушкина вручала почетные грамоты и медали. С героями коммунальных служб познакомился Андрей Горгуленко. Более 300 домов в Самарском районе слесарь-сантехник Владимир Прудников знает наизусть. За 38 лет работы он изучил каждый винтик на своей территории. Сегодня его награждают за добросовестный многолетний труд. Мужчина признается, такие награды получать приятно, но благодарность людей для него дороже. Это дает стимул какой-то к работе. Людское отношение больше. Удовольствие как-то. Греет, как говорится. Если быстро устранишь, то, конечно, люди благодарны. Все хотят жить, чтобы было тепло, вода и водоотведение работал. Почетные грамоты и медали сегодня получили и другие коммунальщики. Электромонтеры, водители экскаваторов, кабельщики, слесари. Люди, чей труд порой незаметен, но он обеспечивает жизнедеятельность всего города. Заслуженные награды в честь предстоящего дня работника сферы ЖКХ вручала глава Самары Елена Лапушкина. Она отметила, что эта отрасль всегда будет востребована. А потому особенно важно выполнять свою работу достойно. Пожелать вам, дорогие друзья, хочу очень традиционно, но зато всей души. Здоровья вам и вашим близким. Чтобы в ваших домах всегда было тепло и светло. Чтобы у вас всегда был повод для радости. Чтобы у вас была безаварийная и стабильная работа. Благодарственные письма и грамоты коммунальщики еще получили от депутатов Самарской городской думы. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. 22 жителя Самары на этой неделе остались без крыши над головой. В двухэтажном многоквартирном доме на улице Галактионовской произошло обрушение несущей стены. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. На место ЧП выезжали сотрудники МЧС, прокуратуры и Следственного комитета. А также глава города Елена Лапушкина. Дом с более чем вековой историей был признан аварийным еще летом. Но переехать успели не все. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Это случилось 18 марта в районе 6 часов утра. На пульт дежурного спасателя поступило сообщение о частичном обрушении двухэтажного дома по Галактионовской, 84. По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло обрушение несущей стены на общей площади 120 квадратных метров. На момент обрушения в доме находилось 4 человека, которые самостоятельно вышли из дома. Проживание в доме было небезопасным. Знали об этом и сами жители. Аварийным здание признали еще прошлым летом. А в январе комиссия подтвердила необходимость расселения людей. Однако от маневренного жилья, предложенного городом, люди отказались. Четверо и вовсе остались проживать здесь на свой страх и риск. Между тем, дому в этом году исполнилось 112 лет. Нас все устраивало. Вот вышли из подъезда. Вот она остановка трамвайная. Магазины, Волга, вокзал. С осени началось обрушение. Прямо сильное растрескивание стены этой. Я не спала, я смотрела телевизор. И в 6 часов утра сильный был треск и погас свет. Вышла в кухню и увидела улицу. Громкий звук такой, как падение и рассыпается стена. Мы уже, в принципе, знали, ожидали, что вот-вот когда-то произойдет эта беда. В принципе, как бы, можно сказать, даже готовились к этому. Свой дом всегда роднее. Жителям, которые проживали в этом доме, будет оказана материальная помощь. Глава города Елена Лапушкина приехала на место обрушения. Сейчас все жители, которые в настоящий момент проживали в этом доме, находятся в департаменте управления имущества. И где решается вопрос о расселении в маневренный фонд. В ближайшее время, я думаю, мы вопрос закроем. Наверное, поручение, чтобы индивидуально подошли к каждому жителю. К счастью, никто не пострадал. Сейчас местной администрацией ведется работа по оказанию помощи пострадавшим. Сейчас повторно в связи с этой ситуацией жителям также предложено обратиться в департамент управления имущества. Их уже ждут сейчас за маневренным фондом. И мы будем помогать жителям перевозить вещи. Кроме того, в установленном порядке, жители также вправе обратиться за материальной помощью. Все разъяснения мы дали. На место происшествия также прибыли представители прокуратуры. В прокуратуре организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям лиц, ответственных за содержание жилья. Прокуратурой вопрос обеспечения временным жильем граждан, проживавших в этом доме, взят на контроль. По данным спасателей, угроза обрушения оставшейся стены еще существует. Территория ограждена лентой. Работы по расчистке продолжаются с привлечением спецтехники. Дом отключили от всех коммуникаций. Мэри Елчан, Гульфия Сафина, Максим Гусев, Василий Колдашов. События. Глава Самары Елена Лапушкина проверяла, как убирают снег в разных районах города. В поле зрения мэра оказались дороги, общественные пространства и дворы, жители которых обращались в социальные сети. Есть ли объективные причины некачественной уборки или управляющие компании недобросовестно выполняют свою работу, расскажет Андрей Горгуленко. На некачественную уборку снега во дворе своего дома пожаловались жители дома номер 4 по улице Тополей. Но, как отметила старшая по дому на встрече с главой города, у них нет претензий к управляющей компании. Дворники и техника работают добросовестно. Порой бывает, что расчищено не все, но это из-за машин, которые не удается отогнать во время уборки. Большинство жителей идут на встречу, но есть и те, кто безразличен к своим соседям. Вы знаете, да, некоторые, да, а некоторые вообще стоят вот с мертвым грузом и неизвестно, где найти. Все зима упадет, да? Да, все вот где за порой, за нестойные. Управляющая компания вешает объявление за три дня, вы представляете? Галина Федоровна бегает, она все машины знает, все номера машин. А вот на коммунальщиков, которые обслуживают 234-й дом по проспекту Кирова, жалуются постоянно. Тропинки к магазинам и остановки общественного транспорта вычищены плохо. Местами и проезды засыпаны старым обледенелым снегом. Такая же картина и у другого дома, уже по улице Старозагора, который находится в ведомстве этой же компании. Хотя проезды у соседних домов убраны даже после ночных осадков. Глава Самары Елена Лапушкина поставила перед недобросовестной компанией задачу все исправить в кратчайшие сроки. И затем уже постоянно проводить качественную работу, не дожидаясь жалоб жителей и замечаний от городских властей. Мне сегодня нападало, ее же вообще в принципе никто не убирал, ну согласитесь. Нет. Ну это же не вот этот свежий снег, я понимаю, там подтаял свежий снег, а вот этот лед. Во время объезда промышленного района мэр обращал внимание не только на дворы, но и на уборку дорог и общественных пространств. По улице на дорожной сети тоже есть замечания. После выпавшего снега, надеюсь, что эти замечания, которые мы сегодня выявили, тоже сегодня будут все отработаны. Сроки поставлены достаточно жесткие. Проверяла Елена Лапушкина исполнение своих поручений, которые дала коммунальщикам прежде. Так во дворе дома номер 121 по Московскому шоссе осенью сделали дорогу, парковочные места и тротуары. Теперь жители намерены подать заявку на участие в региональной программе содействия. Положительные изменения замечают и соседи, которые тоже хотят благоустроить свои дворы. В Московске 131 раз, на вокзале 138-2, по Девы 46-3, на вокзале 138-4. Вот четыре заявки уже будут готовить летом. На соседе? На соседе, да. Каду хотят, там дорогу, внимание, в общем много чего они хотят, но в содействии будут участвовать. Летом жители хотят установить ограждение футбольного поля, а также украсить двор новыми вазонами и клумбами с цветами. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Епифанов. События. Проезжую часть на улице Советской армии в Самаре значительно сократят, сообщили в региональном Минтрансе. Дорога будет сужена в районе дома 237 по Советской армии. Это связано с подготовкой к масштабному строительству двухуровневой развязки на пересечении улиц Советской армии и Новосадовой. Ограничения уже вступили в силу 19 марта и продлятся до июля этого года. Летом начнут расширять дублеры Новосадовой до четырех полос. По ним пустят основное движение и общественный транспорт. Число заболевших коронавирусом за минувшую неделю снизилось, а свыше 84 тысяч жителей региона завершили вакцинацию. Об этом рассказали на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19. Но расслабляться не стоит. В общественных местах по-прежнему нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Подробности в нашем сюжете. За неделю число случаев заболевания коронавирусом снизилось на 7,5%. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. По-прежнему наибольшее число заболевших выявляется среди людей с признаками ОРВИ. Часть в результате профилактических обследований. В двух возрастных группах заболевших стало больше. Среди детей от 7 до 14 лет и среди пожилых людей в возрасте 65 лет. Необходимо им уделить внимание меру продолжения соблюдения противоэпидемических режимов, дезинфекции масочного режима, поскольку люди после праздников сейчас будут возвращаться из курортов, из гостей из других субъектов федерации. Не исключен подъем заболевания, так называемый завозной. Коллеги, все мы понимаем, что люди давным-давно устали уже. Для кого-то вот это средство, использовать среды гигиены, соблюдение простых правил, которые нам санитарные врачи предписывают с самого начала пандемии, стало привличным, а у кого-то просто накопилась уже усталость, и, к сожалению, люди не так внимательно к этому относятся. Люди устали. Мы с вами устать не можем. Поэтому все меры по контролю дезинфекции, транспорта, общественных мест в помещениях и так далее, и так далее, все это требует исполнения, как и, конечно же, соблюдение масочного режима. Около 80% пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно. Они обеспечены бесплатными лекарствами. Их запас сформирован на месяц. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян. Свободный конечный фонд сейчас составляет 44%. Продолжает действовать система долечивания в санаториях. В область поступило всего 161 332 дозы вакцины, из которых на сегодняшний день израсходованы 145 323 дозы. 84 823 жители Самарской области успешно закончили вакцинацию. Каких-либо значимых осложнений приемочных реакций у этих пациентов, вернее, у жителей не отмечено. В листе ожиданий сейчас записаны 900 человек. В ближайшее время они смогут привиться. Во вторник в поселке Прибрежный откроется свой прививочный пункт. До этого вакцинация жителей Прибрежного проводилась в управленческом. Это доставляло неудобства, о чем жители сообщили губернатору в социальных сетях. Таким образом, в регионе уже 145 прививочных пунктов. Еще 19 мобильных комплексов, которые тоже задействуют для вакцинации, прибудут в регион к 1 апреля. Михаил Ермоленко, Виктория Шарая. События. Справились коллективно. Первая поликлиника в городе, куда начали поступать больные из COVID-19, сейчас принимает пациентов, которые выписались. Самарцы приходят, чтобы сказать спасибо врачам из красной зоны. Как за год продвинулась медицина в лечении новой коронавирусной инфекции, узнала Мария Левина. Евгения Леонтьевская уже свыше 10 лет спасает людей. Девушка выбрала для себя профессию врача-инфекциониста. Настоящий вызов, как специалист, врач приняла в марте прошлого года. Когда в поликлинику, где она работает, начали поступать первые в Самаре заболевшие COVID-19. С точки зрения пациентов, это также было им тяжело, когда это неизвестная инфекция, непонятно, что в конце концов произойдет, какое будет их состояние. Конечно же, все переживали, все были в стрессовой ситуации. С пациентами зачастую приходилось работать как психолог, объяснять все доступным языком. Дежурить и следить за состоянием больных приходилось по 20 часов в день, рассказывает Евгения. На счету у врача около 300 спасенных жизней. В целом, в отделении, в котором трудится команда из 30 медиков, спасли больше 4000 человек. Сегодня заведующий отделением вспоминает, как все начиналось. Период был сложный. Год мы отработали в условиях, непривычных для нас, даже для инфекционистов, работая в средствах индивидуальной защиты, в противочумных костюмах. Фотографии самарских медиков в противочумных костюмах, которые сделали самые первые пациенты, разлетелись по всему миру. Сегодня переболевшие коронавирусом самарцам приходят к врачам из красной зоны с благодарностью. Денис Кистринь попал в больницу в апреле прошлого года, когда вернулся из-за границы. Через три недели после возвращения поднялась температура. Думал, пневмония. Оказался ковид. Мужчину отправили в реанимацию на 10 дней. Со мной дежурили интерны. И мне давали, конечно же, какую-то невероятную терапию. То есть, бесконечное количество капельниц, уколов в живот, какие-то таблетки. Медики – это просто колоссальная работа. Я им бесконечно благодарен. То есть, это, ну, конечно, без лишнего пафса. Действительно, это был подвиг. Сегодня в инфекционном отделении работы меньше не стало. Эпид-обстановка в городе стала чуть лучше. Дополнительные госпитали закрывают и оставшихся больных определяют сюда. Врачи продолжают стоять на страже здоровья самарцев круглые сутки. Медики убеждают не пренебрегать средствами индивидуальной защиты и избегать мест массового скопления людей. Мария Леевна, Николай Епифанов. События. Удивительная история спасения и выздоровления. Своё второе рождение отметил заведующий отделением пульмонологии одной из самарских клиник. Пациента, самого медика, доставили в больницу с коронавирусной инфекцией и поражением лёгких в 90%. Шансов выжить практически не было. Но врачи совершили невозможное. Подробности в нашем следующем репортаже. О нелёгком течении болезни под названием новая коронавирусная инфекция Тангис Шотович знает не понаслышке. 42 года он посвятил медицине, а сейчас работает заведующим отделением пульмонологии в городской больнице номер 4. Однако вспоминать о днях, проведённых в реанимации, ему до сих пор страшно. Внезапно ухудшается состояние. Ты и так себя плохо чувствуешь. И вдруг на этом фоне ещё у тебя развивается кошмарная дышка. Ты не можешь дышать, у тебя боль у грудной клетки. И вот в таком состоянии, в тяжёлом, когда я не мог дышать. Меня уже перевели в отделение реанимации, где всё и развернулось. Врачи боролись за жизнь пациента 2,5 недели. В случае такого тяжёлого течения болезни не единичны. Достаточно часто в отделение реанимации поступают пациенты с поражением лёгких 90%. Спасение таких тяжёлых больных стало возможным благодаря современным методам лечения. Безусловно, ведущую роль играет эта адекватно подобранная методика респираторной поддержки. То есть это те средства, так называемые, неинвазивные вентиляции лёгких. И второе, конечно, это современная медикаментозная терапия, которая, в первую очередь, повторюсь, направлена на подавление избыточной реакции организма на вирус. Самое страшное уже позади. Спустя 6 месяцев после реабилитации Тенгиз Бетонелли вернулся к работе. После перенесённой коронавирусной инфекции понимать, как помочь тяжёлым пациентам, врач стал лучше. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Константин Головин. События. Фестиваль «Соединяя сердца» прошёл в Самарской области. Он был приурочен к памятной дате – воссоединению Республики Крым с Россией. В регионе были организованы 63 мобильные точки с фотозонами, где все желающие смогли записать видеопоздравления для жителей полуострова. Наш корреспондент побывал на одной из них в Самарском техническом университете. Как студенты и волонтёры подошли к празднованию памятной даты, узнал Михаил Ермоленко. Ровно семь лет назад Республика Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации. В честь памятного события сегодня в Самаре проходит акция «Соединяя сердца». Студенты и волонтёры Самарского технического университета также принимают участие в акции. При поддержке правительства Самарской области, а также Союза молодёжи, под хэштегом «Крымская весна» на площадке вуза студенты проводят конкурсы, викторины и дарят участникам памятные подарки. Желающие могут принять участие в записи видеопоздравления для жителей Республики Крым. Мы вот именно студенческим советом будем делать видеопоздравления, опять же под хэштегом «Крымская весна», чтобы просто напомнить как бы и себе, и жителям Крыма, что мы все едим. Волонтёры проверяют знания студентов о нашей области и о событиях, когда Крым стал частью Российской Федерации при помощи викторин. Я вижу положительные эмоции студентов, они хорошо собирают динамично карту, отвечают на вопросы положительно, в общем, их знания можно назвать достойными. Я думаю, что важно оказывать поддержку, важно проводить такие акции, в них участвовать. Всего в Самарской области организованы 63 подобные мобильные точки. Фотозоны в них оформлены с главным атрибутом весны – тюльпаном и хэштегом «Крымская весна». Участниками акции станут не только студенты вузов и СУЗов области, но и посетители музеев, библиотек, торговых центров, пассажиры железнодорожного транспорта и аэропорта. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, События. В Самаре прошел новый хоккейный турнир. Федерация хоккея Самары при финансовой поддержке городского департамента спорта провели первенство Самары среди юношей. Возраст спортсменов от 15 до 17 лет. За места на пьедестале почёта сражались пять команд. Кто стал первым, расскажет наш корреспондент. Полная самодача, настраиваемся на игру, готовимся. Соответственно, каждый ждет, все же шансы, выйти на площадку. Тренер любительской команды «Союз» Иван Шумихин готовил своих хоккеистов к финальной игре первенства Самары не один год. 16-летние хоккеисты несколько лет до этого триумфа играли во всероссийском турнире «Золотая шайба». Некоторые, как Вячеслав Трусов, прошли еще и школу профессионального хоккея. Но ему продолжить карьеру в большом спорте помешали травмы. Показать свое мастерство молодым дарованием выпал шанс на этом турнире. «Сыграли без единого поражения. Пацанам спасибо. И всем, кто просит нас сыграть, тоже огромное спасибо. Все красавцы. Только могу всех поздравить. Давно такого не было, на самом деле. И, я думаю, дальше больше. Чувства приятные. Ну, я не знаю, как объяснить. Приятные, очень звездные». В последней игре первенства Самары встретились принципиальные соперники «Союз» промышленного района и «Чайка» Красноглинского. Когда мальчишкам было от 8 до 14 лет, они по очереди становились чемпионами города в «Золотой шайбе». Теперь они повзрослели и готовы сражаться за медали юношеского турнира. Первый период в сухую выиграла «Чайка» 3-0. «Союз» вернулся в игру во втором с зеркальным счетом. Все решил третий период. Команды играли в догонялки. «Союз» вышел вперед на одну шайбу. «Чайка» сравняла счет. За несколько секунд до конца матча хоккеисты «Союза» забрасывают последнюю шайбу в 5-4. Пернатый с «Управленческого» довольствуется только серебряными медалями первенства Самары. «Наверное, перегореи после трех голов. Расслабились, поверили в себя, так скажем. И потом уже начали сдуваться. Глупые ошибки, удаление. Эмоции подвели. Хотелось, конечно, золотые медали. Мы могли брать. Сами виноваты. Хороший турнир. Играю на этом турнире первый раз. Турнир представляет собой команды хорошего уровня, с которыми интересно побиться». В первенстве Самары по хоккею в 21 веке среди юношей до 17 лет за места на пьедестале почета сражались три клуба. «Чайка» и «Союз» выставили по две команды. Дублеры заняли, соответственно, четвертое и пятое места. На третьем достойно разместился меридиан Куйбышевского района. «Первый, блин, некому. Турнир удался, учитывая, что это большая подготовка перед первенством области. Это просто турнир. Спасибо огромное организаторам городской федерации хоккея. Я думаю, этот турнир не первый, не последний в моей карьере, но и в карьере федерации. Все игроки на позитиве. Тренерский состав этого турнира ждал». Впереди у победителей и призеров первенства Самары по хоккею областной турнир такого же статуса. Первые матчи стартуют на этой неделе. Обладатели медалей определятся в конце весны. Анатолий Головко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok